Всем привет! Сегодня у меня очередное видео будет немного интересного, оно будет связано с анимацией. Сегодня мы поговорим о запекании анимации вообще. В последнее время ребята меня часто спрашивают, как запечь анимацию, потому что по той либо иной причине нужно клиенту отдать файл, в котором анимации объектов будут сделаны не на основе каких-то там контроллеров, констраинтов, либо там вычисления формул, а на обычной ключевой анимации. Примером может послужить, например, шасси самолета. Достаточно все это кутрировано здесь сделано, я не буду показывать модель основную. Просто условно показано колесо, гидравлика, которая его выталкивает, две створки, ну и сама стойка колеса. Сейчас я покажу анимацию. Вот это вот примерно у нас, вы представьте, что это вот сам самолет, это створки, которые открываются и колесо вылазит наружу. Извините за такое выражение. Первый кадр все закрыто, последний кадр все открыто. Происходит все вот так вот, то есть открытом состоянии, все спрятано, колесо находится полностью распрямленное, серьга соответственно тоже как бы полностью практически распрямленная. Здесь гидравлика, которая полностью открыта, полностью закрыта. В сотом кадре она у меня полностью открыта. То есть вот стойки внутрь. С этого по сто двадцатый кадр. Как это сделано? Значит у цилиндра здесь просто все реализовано на двух лукетах. Лукет constraint, то есть этот цилиндр смотрит на этот point, этот цилиндр смотрит на этот point и этот point прилинкован как бы, грубо говоря, к фюзеляжу, этот point прилинкован к стойке. И получается, что в любом кадре объекты смотрят друг на друга и происходит полностью открытие. Да, я знаю, что в Максе есть такая вещь как, секунду, динамический объект и дампер. Это цилиндр такой, который раскрывается. Он работает именно как цилиндр мой, только это просто такой объект. Но мне это не надо. Я иду по самому сложному пути. Мне нужно вам показать, как запечь анимацию на этих двух цилиндрах именно. И серьги здесь они реализованы при помощи менеджера реакции. То есть полностью открытое состояние и полностью закрытое состояние. Вот оно, вот такое, когда колесо опускается. Серьги находятся в открытом состоянии. Честно говоря, называю их серьгами. Мне их так назвали и я уж привык их называть. Как они называются правильно, не знаю. Можете написать в комментариях. Мне будет это приятно. Я буду на будущее тоже знать. Вот. Далее, створки. Просто первый ключ, последний ключ и все. Значит, начнем с того, что мне нужно запечь анимацию на вот этом цилиндре. Я вам покажу, как это делаю я. Метод отработанный, я его использую всегда. Для запекания я использую такой скрипт, который называется BakeAnimation. Можно его найти на скрипт-споте. Я думаю ссылочку я положу в комментарии. Либо ссылку на свой дропбокс, либо найдете на скрипт-споте, сами скачаете. Устанавливается он таким образом. Просто кидаете, ну как и в любой скрипт, кидаете в окно он либо сам запускается. Либо придется найти его через Customize Toolbars. Здесь есть у вас Майк, Майк. Вот он. Майк скрипт. Майк. И будете им пользоваться. Итак, как происходит, как этот работает скрипт. Здесь открывается такое окошко, в котором предлагается вам выбрать объект, с которого печется и объект, на который печется. Нулевой кадр, то есть начальный кадр, конечный кадр и степ. То есть ключи будут создаваться в каждом здесь кадре. Если указан один, то это будет самый, как бы, на 100 ключах 100 кадров. На 120 ключах 120 кадров здесь запеченных. Галочки нужно будет поставить, что вы будете запекать. Position, Rotation, Scale, либо просто Rotation, что требуется, то и запекаете. Значит, происходит запекание в два этапа. Сначала я пеку анимацию с объекта на какой-то левый объект, а потом удаляю на исходном объекте все контроллеры, за счет которых он как раз таки отрабатывает все. И выставляю его в положение, в такое стартовое и перепекаю уже с того объекта на этот объект. Звучит сложновато, но в принципе дело привычки. Я отработал и меня это полностью не устраивает. Я создаю, например, дамик. Дамик я выставляю по этому объекту, то есть по трем координатам с сохранением пивотов. Ну, с сохранением Rotate. Дальше, что я делаю? Я указываю, что я буду печь с вот этого объекта на вот этот объект. Этот объект у меня, сам этот пистон, он не пролинкован к телу самолета. Поэтому мне желательно сохранить его, в данном случае, положение. То есть я буду печь только поворот, а положение я печь не буду. Я пролинковал к телу виртуального такого самолета и теперь получается, что и вот этот вот цилиндр и сам дамик, они пролинкованы сюда. Теперь мне нужно будет указать, что нужно будет запекаться исключительно только вращение. Если бы у меня нужно было запекать положение, то есть, например, вот как вот сейчас у меня, да, у этого объекта можно было бы запечь еще и положение. Но если он будет пролинкован к этому штуку, то опять же таки, ну, к этой стойке, опять же таки нужно будет запечь исключительно лишь положение. Поскольку вот этот цилиндр у меня все равно будет пролинкован к этой стойке. Поехали. Печь я буду по сотый кадр. Печь до 120 кадра смысла не имеет, потому что там все одинаковые ключи. Значит я здесь ставлю не нулевой, а сотый кадр. При подготовке у меня видео я там писал с сотого по 120, поэтому здесь остались настройки с предыдущего запуска скрипта. Вам же нужно будет поставить, ну, по умолчанию запускается с нулевого по сотый кадр. Вам же нужно будет указать, что будет именно с того кадра, по какой кадр вам нужно будет печь. Вам нужно будет здесь указать. Все подготовлено. С Hydra 1 я буду печь на Dummy 1 и указал, что буду печь исключительно только Rotate. Все. Нажимаю Bake Animation. Как видите, Dummy отрабатывает. Все. Все отлично. Теперь мне нужно удалить контроллеры. В данном случае это у меня будет Workate Constraint. Он не отвечает за вращение. Я его удаляю. Если у вас получилось так, что объект ваш каким-то образом развернулся или что-то с ним случилось. В принципе, вы можете просто взять его и теперь выровнять таким же самым способом, как вы выставляли Dummy по этому объекту. Нажимаете Align Selection и выставляете его по тем координатам, каким он у вас есть. То есть с сохранением X, Y, Z и вращение. И дальше делаем все с точностью наоборот. Указываем печь на Hydra 1 с Dummy Rotation Back Animation. Все. Таймик, в принципе, можете удалить. Он вам не нужен теперь. Все прекрасно отрабатывает. Если вы хотите поменять этот контроллер на линейный контроллер, то достаточно сменить его на Linear Controller Rotation. Изменяем на Linear. Но это если вам нужно, например, для War Thunder выгрузить самолет, там используется только Linear Rotation. Разумеется, все у вас сейчас сбилось, поскольку контроллер полностью изменил себя. Ключи убрались и заново просто нужно опять перепечь. Нажимаете ОК и, как видите, все у вас перепеклось. Давайте попробуем сделать то же самое, только с нижним. Нажимаем поместить в ту точку. Выбираем откуда печь и куда печь. Нажимаем Bake Animation. Как видите, получилось, в общем-то, неправильно, потому что дамик прелинкован сюда. Он должен быть прелинкован к этой стойке. Поэтому давайте все повторим. Открываем скрипт Bake Animation. Оставляем с нулевого по сотый кадр. Source. Источник это Hydra 2. Открываем на Cylinder. И Rotation. Bake. И все. Как видите, все повторяется. Все отлично. Контроллер у этого объекта можно сразу поставить сюда линейный или элеровый контроллер, который вас интересует. Можно поставить Linear. Как видите, сразу он развернулся. Я выставляю его по старым координатам сохранения позиции и Rotation. И указываю печь из дамика на Cylinder Bake. Все отлично. Все прошло. Теперь лишнее можно поудалять. И как видите, все замечательно работает. Далее. Давайте усложним ситуацию. У меня есть вот такая вот вилка, которой две серьги. Я их буду так и называть. Которая реагирует у меня на открытие. То есть нулевой кадр полностью раскрытый. Сто двадцатый кадр полностью закрытый. Мне было удобно сделать все на менеджере реакции. Просто это было для меня быстро. Кстати, на лукетах, если сделать так, чтобы привязать дамик к этой серьге и чтобы при закрытии эта серьга смотрела на дамик, а верхняя серьга смотрела на дамик, привязанный к этой серьге. И типа вот когда будете делать вот так вот, они у вас будут работать. Ни фига подобного. Там получается взаимная линковка плюс высчитывание одного объекта по положению, который высчитывается за счет другого объекта и ничего не работает. То есть макс не дает связать вам. Ну может конечно у меня знаний там к этому не хватает каких-то. Ну короче я решил все равно более усложнить ситуацию и записать именно как это все работает на более сложных контроллерах. Значит что мне нужно будет сделать. Я опять же таки создаю два дамика. Один на низ, один наверх. Их ставлю именно в то положение в которых находятся эти два объекта. Я их соответственно разумеется линкую по иерархии, так как они, так как и эти находятся. Открываю ScriptBakeAnimation. Указываю запекать сотов по 120 кадр. В первом случае я использую Source. Это вот эта серьга. Куда пеку? Это вот этот дамик. Указываю Rotation. И пеку. Видите, все запеклось. Так, во втором случае мне нужно печь отсюда. Сюда. И тоже сотов по 120 кадр. Как видите, все отработало. Теперь нужно печь наоборот, но предварительно нужно удалить все реакции, которые здесь стоят и чтобы они, ну, делать так, чтобы они нас никак не тревожили. Открываем. Менеджер реакции. И все, в общем-то, удаляем. Видите. Все. Теперь дамики работают, крутятся, а сами по себе объекты не крутятся. Давайте заменим, посмотрим, что у нас здесь в контроллерах. Здесь Эйлеровский контроллер. Здесь тоже Эйлеровский контроллер. Вот. Можно поставить, например, здесь хотите не Эйлеровский, хотите поставьте любой другой. Например, Linear контроллер, Linear Rotation. Разницы никакой не будет. И давайте заново будем печь. Выбираем, откуда вот печем. С этого дамика на вот эту вот серьгу. Bake Animation. Как видите, отработало. Этот дамик удаляем, он нам уже не нужен. И теперь давайте снизу попробуем сделать. С нижнего дамика на серьгу вторую. Bake Animation. Все. Как видите, все отработало, все замечательно. Давайте попробуем запечь что-то еще более сложное. У меня есть такая сцена. Суть ее какая. Есть Plane, который достаточно хорошо продевайзен. У него есть такой, связан с VSM объектом. World Space модификатор. Это волна. Я его двигаю и соответственно у меня изменяется форма моего Plane. Я его немного проанимировал. Он у меня уходит в сторону и чуть-чуть анимируется. А на волнах у меня плавает вот такая вот лодочка. Но не важно, что плавает. Древно, лодка. Каким образом она реализована. Каким образом она здесь находится. И повторяет форму этой волны. У меня есть на этой лодке Attach Controller. В Position Attachment Constraint. Он здесь, как видите, выбран. И у него я выбрал положение. То есть положение, как видите. В Set Position я указываю положение, на котором он будет находиться. Например, вот это положение. Выбирается треугольничек, на котором он находится. Сейчас попробую отрисовать. Значит, у нас есть Plane, на котором есть какой-то... Прилепили наш дамик. Plane делится на два треугольничка. И то, где он находится, наш вот этот вот объектик. Вот этот. Определяется положением именно того места, на котором находится он в данном случае. То есть у нас есть какой-то объект на этой точке. И вот он здесь показан. И положение определяется именно положением этой точки. Вот. Видите? Вот он этот треугольник. Вот тут он находится. И тут его положение привязано. Как бы мы этот объект не деформировали, он остается именно в том месте, где мы указали. Вот. Ну, давайте попробуем завязать его, запечь анимацию. Значит, смотрите. Опять же таки, я создаю дамик. Ну, что угодно, в общем-то, можно создать. Не важно, какой объект. Мне удобнее просто создавать дамик. Айлайню его по положению этого объекта. Ну, в данном случае по начальному положению. Так. Чуть-чуть. Амурка. Да. Все нормально. Объект просто наклоним чуть-чуть в сторону. Мне показалось, что неправильно выставлен за айлайнем. Вот. И что я делаю? Я выбираю откуда вы печь. Нет. Точнее, откуда вы печь. Это вот будет у меня этот бокс. И куда печь этот дамик. С нулевого по 120 кадр. Back Animation. Видите? Что-то не получилось. А, а не получилось оно по той причине, что у меня указан только Rotation. То есть объект, боксик будет крутиться, но позиция, поскольку он же, видите, поднимается вверх-вниз, он не поднимается. То есть Position не запечен. Поэтому, давайте теперь проверим. С бокса на дамик. С нулевого, прошу прощения. Вот. С нулевого по 120 кадр нужно печь. И нужно печь Position и Rotation. Поскольку объект у нас, лодочка, она и вверх поднимается, и вниз, и при этом она еще вращается. И нажимаем Bake Animation. Как видите, все классно отработало. У лодочки теперь все она нам отработала. Все как надо. Заменяем Position, ну наш объект, Position Constraint на обычный, ну там, например, LRXYZ, либо там из E-Position, либо Position XYZ, да. Вот. Выстанавливаем его в нулевом кадре, с которого мы будем печь по нашему дамику. И выбираем. Печем с дамика на лодочку. И нажимаем Bake Animation. Собственно и все. Что касается запекания объектов. Запекание именно самой деформации, это уже совсем другое. Ну, что касается именно объектов. Вот. Все делается простенько, именно при помощи вот такого вот скрипта. Возможно, есть еще более простые скрипты, в которых все используется буквально там в два клика. Вот. Но я перепробовал их много, остановился на этом. В общем-то, могу посоветовать его и вам. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных видео. Всем пока.